Девушки отдыхают Екатерина Гончарова нашла всех, кто отвечает за благоустройство города и поинтересовалась, а будет ли когда-нибудь порядок в окружной столице. В тепле и уюте. Как работают в округе жилищные программы? Кого переселяют из ветхого и аварийного? И почему не все рады такому переселению? Кто имеет право на субсидию, а кто не может ее получить из-за бюрократических проволочек? Олег Итанзейский узнал, кому в Наринмаре жить хорошо, а кому не очень. И рокировка полномочиями. Зачем муниципальные власти передают в окружной свои полномочия? Как это отразится на простых гражданах и на чиновниках? В нашей программе «Комментарии специалистов». В прямом эфире итоговый выпуск новостей на телеканале «Север». О важнейших событиях минувших 7 дней вам расскажут наши корреспонденты и я, Владимир Томилов. Итак, только что в Нинесском округе закрылись все избирательные участки. Выборы в нашем регионе официально завершены. И сейчас мы имеем возможность представить вам первые данные по результатам голосования на избирательных участках. Сегодня работали эксид-полы. Это опрос людей на выходе из избирательных участков. Как правило, они не сильно отличаются от официальных данных, но, повторюсь, они всего лишь предварительные. У нас есть данные по выборам в собрании депутатов по партийным спискам. Итак, «Единая Россия» по предварительным данным набирает 51,35%, КПРФ около 19%, ЛДПР чуть больше 10%, «Справедливая Россия» 4,58%, «Родина» 4,16%, «Гражданская сила» 4,16%, «Партия пенсионеров» 3,89% и «Коммунисты России» 1,11%. Это результаты по состоянию на 17 часов. Напомню, они предварительные, полученные по данным опроса населения при выходе из избирательных участков. Если они совпадут с официальными, то, по всей видимости, в окружной парламент пройдут только три партии, занявшие лидирующие позиции. Это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Хотя, естественно, все еще может измениться. Окончательные результаты мы узнаем только после полного подсчета голосов. Что касается выборов губернатора, то пока мы этими данными не располагаем. В Наринмаре в течение всего дня работают три информационных центра. Один из них располагается в культурно-деловом центре Арктика. И там весь день работает наш корреспондент Олег Танзейский. Олег, добрый вечер. Ждем от тебя последние новости. Владимир, здравствуйте. Ну вот, время уже 20.00. Избирательные участки закрыты. И можно подводить уже первые предварительные итоги. Правда, еще не окончательные. Итак, в Ненинском округе на выборах губернатора проголосовало 37%. Это из 33 тысячи жителей региона примерно 12,5 тысяч. Вот, к примеру, сейчас посмотрим данные, которые приводит интернет-издание «Регион». Вот, к примеру, в Псковской области на выборах губернатора проголосовали 32%. В Липецкой области 40%, в Ставрополье явка составила 38%. То есть, по сути, наши данные, они выше средних, чем в стране. Вот теперь можно ознакомиться поближе с интерактивной доской. Итак, самые активные участники голосования живут в... Сейчас дождемся первых результатов. Вот в Вижесе самый активный участок. Там проголосовало 73% населения. На втором месте Волонга 71%. В Наринмаре самый активный участок – это участок номер 45. Там проголосовало 32% избирателей. В сумме всего проголосовало, точнее, начиная с 10 часов, в каждый час явка превышала чуть более на 5%. И вот сейчас составляет 37,7%. Это, напомню, еще не окончательные результаты. Самая явка была высокая в муниципальном образовании. В Калгуевский сельсовет там проголосовало 69% избирателей. Затем Коткинский там 59%, Юшарский, Омский и Карский там по 49%. Наринмар находится на 13-м месте из 20. Самый, так сказать, неголосующий муниципальное образование – это поселок Искатели. Там проголосовало всего 30% избирателей из 100. Но сейчас я имею возможность пообщаться с Александром Ильичом Лутовиновым. Александр Ильич, здравствуйте. Вот сегодня вы были на выборах, были на участках. Как, по вашему мнению, прошли выборы? Все ли было чисто, все ли было гладко и без происшествий? Я хочу сразу сказать о том, что выборы действительно у нас состоялись. И хочется поблагодарить всех жителей Невско-автономного округа, особенно тех, кто пришли на выборы, с тем, что выборы состоялись. Атмосфера была вполне деловая, рабочая. Как вы правильно отметили, жалоб и заявлений практически по уходу выборов практически не поступало. Поэтому я хочу поблагодарить всех организаторов сегодняшних выборов с тем, что они хорошо поработали. И мы имеем соответствующие, как вы уже опять сказали, результаты, которые в среднем выше по стране. Это нас удовлетворяет. Сами голосовали сегодня? Ну, конечно. Взял жену, разумеется, под руку. И мы ходили на 50-й избирательный участок, где, конечно, отдали свои голоса в 11 часов дня. Спасибо вам большое. Я напомню, выборы уже состоялись, избирательные участки закрылись. Сейчас мы узнаем, были ли вообще подобные нарушения и тому подобное. Лариса Викторовна, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, выборы уже завершились. Скоро начнется подсчет голосов. Были ли нарушения, были ли какие-то непонятные ситуации, связанные с выбором сегодня? Сегодня на самом деле нарушений не было, таких, которые бы заслуживали серьезного внимания. Да, действительно, задавались вопросы, где найти свой избирательный участок, где мне проголосовать, как мне дозвониться до участковой комиссии. Были несколько ситуаций с наблюдателями, и на участковых комиссиях были ситуации, которые требовали вмешательства избирательной комиссии. Но все это были незначительные ситуации, которые просто в режиме текущего времени спокойно решались комиссиями. Вот сейчас избирательные участки уже закрыты. Когда начнется подсчет голосов? Фактически в 20.00, как я уже говорила, избирательные участки прекратили свою работу. Те избиратели, которые оказались на избирательном участке, они еще имели право проголосовать, а дальше комиссия приступает к подсчету избирательных бюллетеней. Первоначально у нас будут подсчитываться итоги по губернатору Ниньского автономного округа, далее будут подсчитываться бюллетени по выборам в собрании депутатов, за депутатов собрания депутатов Ниньского автономного округа 27-го созыва. И далее, после того, как у нас участковые комиссии доложат нам о результатах и отвезут итоговые протоколы в территориальной комиссии, они приступят к подсчету по муниципальным выборам. Итак, первые предварительные результаты когда уже появятся? Как я уже говорила, первые предварительные результаты мы сообщим с 11 часов до 12-15 сентября. Завтра что будет известно? А завтра уже как раз-таки первые? Как раз, да. Но вы понимаете о том, что избирательные комиссии будут бодрствовать полностью в сутки полностью с 14 сентября по 15 сентября, поэтому первые результаты мы огласим утром. Все подсчитывается вручную? Безусловно, у нас в основном избирательные участки работают на ручном перечете, но три избирательных участка, находящиеся на территории муниципального образования поселок Искатели, работают и подсчет ведется на них при помощи КАИБов. То есть электронно? Электронно, да. То есть стоят специальные устройства, которые электронно подсчитывают и уже автоматически потом выдают протокол. Ну, на ваш взгляд, явка 37% это много, это мало? Я думаю, что у нас явка изменится, вырастет, и потом мы будем учитывать расклад по выборам губернатора и по выборам депутатов, они пойдут уже совершенно отдельно друг от друга, и я думаю, что там результаты будут, если не в разы отличаться, то, по крайней мере, действительно отличаться друг от друга. Так всегда, и это будет понятно. Лариса Викторовна, спасибо большое. Я напомню, мы сегодня были целый день на прямой связи в информационном центре. Сюда поступала самая свежая информация о выборах, о ходе голосования. Сейчас еще у нас есть один гость, можно, пожалуйста, представиться. Саблин Александр Иванович. Ну, вот, на ваш взгляд, сегодня были в избирательных участках? Ну, во-первых, хотел бы отметить, что я сам лично со своей группой активистов неоднократно выезжал по избирательным участкам города Наримара, трижды лично ездил по этим участкам. Ну, хотел бы сказать, что серьезных замечаний не выявлено. Мы реагировали на некоторые тревожные звонки, которые поступали к нам в штаб, но вмешивались в ситуацию, разбирались с ней. Я думаю, что то, что мы сделали, помогло более-менее чисто провести эти выборы. Но, с другой стороны, хотел бы отметить, что у нас пока нет полной информации по выборам на территории округа, в сельских населенных пунктах. Нас немножко тревожит ситуация с досрочным голосованием. Ну, посмотрим. Я думаю, что в этом вопросе достаточно для нас важным. Мы тоже разберемся. Ну, я думаю, что данные еще изменятся. Спасибо большое. Ну, мы продолжаем следить за информацией. Владимир, вам слово. Спасибо, Олег. Спасибо, что сегодня весь день работал в информационном центре. Мы тебя отпускаем домой. Это было на сегодня последнее включение с нашим корреспондентом Олегом Хатанзейским. Итак, жители Ненинского округа, как и вся страна, приняли участие в едином дне голосования. На территории региона в 8 утра открылся 51 избирательный участок, 11 из которых в городе и 40 в Заполярном районе. Выбирали практически всех – губернатора, собрания депутатов, горсовет и совет Заполярного района. Всего в округе зарегистрировано около 33 тысяч избирателей. Наши съемочные группы сегодня работали целый день и в Наринмарии в селах. Алина Ваучейская о том, как голосовал Ненинский округ. Вот и настал день, которого все ждали. Главное политическое событие для жизни нашего региона. Так называемый часык совсем скоро, через каких-нибудь 12 часов станет известно, кому же население доверит судьбу Ненинского округа. Выбираем в этом году много – депутатов в окружное ЗАГСобрание, в Заполярный район, глав муниципалитетов и, конечно же, губернатора. Ну и вот сейчас на часах 7.59 буквально через несколько секунд по всей стране откроются миллионы избирательных участков. Один из самых больших избирательных участков Ненинского округа находится здесь, в культурно-деловом центре Арктика. Проголосовать за губернатора здесь могут те жители, которые в день голосования не смогут проголосовать по месту прописки. Наша съемочная группа одними из первых отправится на избирательные участки, чтобы проверить готовность избирательных комиссий и проверить то, как проходит процесс голосования. Здравствуйте. Ну и как мы видим, избирательные урны готовы, наблюдатели на месте и мы ждем первых избирателей. Долго ждать не пришлось. На часах 8.04, а Надежда Самойлова уже пришла выразить свою гражданскую позицию. За то, что женщина первой проголосовала, ей достался приятный подарок – обложка для паспорта. Ну, надо обязательно голосовать, надо, чтобы лучше жили, чтобы все было хорошо. И избиратели, которые выбрали, чтобы они свою работу выполняли. В 46-м избирательном участке пока не очень людно. Время 8.20 проголосовало около 10 человек. Нарушений нет, отмечают наблюдатели. Чтобы соблюдался порядок на избирательном участке, чтобы все шло, как положено. Пока нет нарушений. Этот избирательный участок уникален тем, что проголосовать на нем смогли жители сел и деревень, у которых нет возможности сделать это по месту регистрации. Правда, свой голос они смогли отдать только за губернатора. Для этого нужно прийти на избирательный участок, который находится у нас в задней КДЦ, написать заявление и проголосовать, чтобы мы его включили в списки избирателей. После первого получаса работы избирательных комиссий поток голосующих увеличился чуть ли не вдвое. Такого ажиотажа на выборах не было давно, отмечают члены УИКов. На часах 8.40 на избирательном участке в первой школе выстрелилась целая очередь из голосующих. Каждая осознает, выборы это ответственно. Почему ходите на выборы? Почему хожу? Я считаю, что обязана проголосовать, сделать свой выбор. Надо на выборы ходить. Я всегда хожу, в общем-то. Поэтому свой голос надо отдать. Это же наше правительство было, так что надо. На часах 9.00 появляется и один из кандидатов в окружное ЗАГС собрание. Это действительно важнейший день для округа, поскольку от того, как мы проголосуем, будет во многом зависеть наша жизнь в дальнейшем. А поскольку мы оптимисты, то мы считаем, что округ все равно будет развиваться динамично. Я думаю, что у округа большое будущее. Тем временем в поселке Искатели также шло голосование. Здесь выбирали депутатов в окружное ЗАГС собрание, совет депутатов Заполярного района и, как везде, губернатора. Явка невысокая. На часах 10.00 проголосовало всего 2,5% от общего числа избирателей. Как правило, это люди высокого возраста, у которых впереди много дел. Я думаю, что на Реймар у нас вообще как бы политически грамотные люди, активные. И постоянно о своей, как говорится, территории, о своем городе заботятся. И я думаю, что все подумают, делают правильный выбор. И они делают это для себя. Я думаю, что приходят они сознательно на участок голосования. Работа с избирателями в этом году особенно тщательная. Надо им помочь разобраться в количестве и предназначении бюллетеней. Прописанные в городе получают по 4 бланка, жители-искателей по 5. Если возникают трудности с заполнением, на помощь всегда приходят члены УИК. Голосующим впервые, как всегда, небольшой подарок. Обложка для паспорта и главный закон страны Конституция. За внимание и желание участвовать в судьбе региона. Пока избиратели голосуют, члены участковой комиссии уже думают о подсчете голосов. На участке номер 39, что в Искателях, в этом плане все просто. Там установлены КАИБы. Комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней позволяют максимально быстро узнать итоги голосования. Как только голосующий опускает бюллетень, автомат сам считывает информацию и в конце дня выдает протокол. У нас КАИБ все автоматически посчитает. Мы единственное занесем данные, которые у него нет. То есть это количество избирателей проголосовавших, количество избирателей в списке, которые у нас, количество выданных избирательных бюллетеней, погашенных. То есть вот такие. А то, что по позициям, он посчитает все сам. Уже к 10 часам вечера на участках с КАИБами будут известны итоги голосования, тогда как на остальных намного позже. Голосование проходит также во всех муниципальных образованиях округа. Кроме губернатора и окружных парламентариев, на селе выбирают депутатов Совета Заполярного района. Кроме того, в Амдерме, Коткино и на Колгуеве глав сельсоветов. А в Бугриной депутатов поселкового совета. Наша съемочная группа побывала и в поселке Красное. УИК номер 28 разместилась в местном Доме культуры. Здесь обслуживают жители сразу трех населенных пунктов. Сюда же могут приехать избиратели из Куи и Осколково. Сегодня на участке ожидали около полутысячи посетителей. Ну, объясняем, как правильно заполнить бюллетень. То есть на гомандатном можно поставить одну или две галочки, а в остальных по одной. Там пусть сами читают, они все грамотные, пусть разбираются. Жителям Приморско-Куйского сельсовета нужно было заполнить всего пять бюллетеней. По два за депутатов окружного собрания и Совета Заполярного района, один за губернатора Ненецкого округа. За соблюдением правил на участке следят два члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. То есть наблюдатели, которые могут принимать участие в ходе подсчета голосов. Приходят люди, голосуют. То есть интересно посмотреть, какая вообще явка, какая активность голосования. И вообще интересен сам процесс голосования. Досрочно в Приморско-Куйском сельсовете проголосовало 107 человек. Как говорят члены избирательной комиссии, активнее всех на выборы идут люди старше сорока. Но есть и молодежь, голосующая впервые. На вопрос, почему пришли на выборы, жители Красного отвечают просто. Говорят, долг выполняют. Я всегда хожу на выборы. Это дело чести. Не потому что я учитель истории, а потому что каждый из нас должен свою волю избирать. Даже тайно. Не безразлично, кто будет в власти, как мы будем жить дальше. На выборы пришли и кандидаты. Проголосовали все региональные лидеры парламентских партий и претенденты на место губернатора Ненецкого округа. Мы пообщались с каждым из них. Одним из первых на избирательный участок пришел Игорь Гоц, кандидат в депутаты кружного собрания. Свой голос он отдал еще в начале 9 утра на участке номер 40. Признается, на выборы всегда приходит рано утром. Что самое главное на выборах, знает точно. Самое главное, безусловно, для человека, когда он идет на избирательный участок, это голова. Голосовать сердцем – это лозунг 90-х. А сейчас надо головой. На 51-м участке в спорткомплексе СМУ проголосовал кандидат депутата от другой парламентской партии. Евгений Алексеев. И выборы не должны быть формальными. Поэтому на самом деле должны побеждать лучше. И лучше не с точки зрения, как себя человек оценивает, а как его оценивают люди. Отдали свои голоса и кандидаты на пост губернатора Ненецкого автономного округа. На свой участок в поселке Искатели в 10.30 утра пришел Тимофей Слоуянов. Говорит, ходить на выборы – семейная традиция. Ну, как бы и родители у меня ходят. То есть, я мало знаю того, кто не ходит. Потому что, в принципе, у нас такое поколение, которое все-таки к этому подходит ответственно. Еще один кандидат Андрей Смыченков поддерживает идею проводить выборы в единый день голосования. Это правильное решение. Все выборы в один день. Экономия бюджета средств. Николай Астродумов уверен, выборы 2014 – это одно из главных политических событий для жителей Ненецкого округа. От их исхода зависит будущее региона. От этого зависит дальнейшая жизнь, судьба, как сложится в дальнейшем, жизнь в округе. Поэтому я считаю, что каждый должен прийти и проголосовать, как он считает нужным. Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кошин пришел отдать свой голос на избирательный участок номер 45, что в третьей школе. Сначала он пообщался с членами избирательной комиссии, узнал, нет ли нарушений, какая на участке явка и сколько человек уже проголосовало. После зарегистрировался в списке избирателей и сделал свой выбор. Это очень серьезные и действительно массовые выборы. Их давно уже не было. И я надеюсь, что все наши члены команды обязательно добьются победы, чтобы нам все вместе в дальнейшем необходимо реализовывать то, о чем мы уже говорили, то, что уже наработано. На всех избирательных участках округа следили за правопорядком сотрудники полиции. Членов избирательных комиссий обеспечивали транспортом. При доставке бюллетеней на избирательные участки соблюдали меры безопасности. Кроме того, за порядком на участках следили наблюдатели. Они имеют право находиться в помещении для голосования, ознакомиться со списками избирателей, реестром заявлений о голосовании вне помещения для голосования, наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателя. На УИКах они будут находиться до окончания подсчета голосов. Мы встретились с некоторыми из них. Нарушений, по их словам, зафиксировано не было. Избирательный процесс проходит стабильно. Без всяких нарушений. Спокойно. Явка, ну, скажем так, хотелось бы лучше. Потому как чувствуется, что, наверное, может быть, первая половина дня повлияла погода. Вот. Ну, а сейчас уже дождь. То есть тоже, наверное, значит. Вот. В общем, все достойно, достаточно достойно. Организация хорошая, нарушений нет. Я посетил уже четыре избирательных участка. И, в принципе, я не выявил никаких нарушений. Все проходит вполне штатно и нормально. Все довольны. Я тоже. Нарушений нет. Все проходит в штатном режиме. Избиратели голосуют. Комиссия работает. Все хорошо. Работа работай, но выполнил свой гражданский долг – дело каждого. Поэтому мы сейчас тоже проголосуем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, по монтажникам 12. Ну, еще раз. Получается пять бюллетеней, да? Пять бюллетеней получает. Монтажникам 12, квартира 6. Ну, было 6 бюллетеней. Здесь не больше двух. Не больше двух? Не больше двух. Ага. Желаю вас ваш паспорт. Спасибо. По-моему, вам его. Выбор сделан. И теперь осталось только опустить бюллетени. в урну. Кстати, здесь тоже стоят автоматизированные системы КАИБы, которые изначительно упрощают подсчет голосов. Ну а теперь осталось только ждать результатов Алины Ваучейской, Николай Таракин, Владислав Носкин, Вадим Стасюк и Александр Дуркин. Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». Таким было всенародное голосование в Ненецком округе сегодня. А вот что еще интересного произошло за минувшие 7 дней, узнаете из нашего дайджеста. Управление ПК и торговли Ненецкого округа предлагает зафиксировать розничные цены на 7 видов продукции из мяса оленя без привлечения дополнительных бюджетных средств. Это станет возможным при увеличении цен на всю остальную продукцию мясокомбината. Об этом заявил начальник управления Сергей Киселев. Цены на продукцию из мяса оленя были зафиксированы еще в июне 2013-го. И такими останутся, но только на 7 так называемых социальных видов продукции. Это вареная колбаса бандарская второго сорта, полукопченая колбаса тиманская, сосиски печерские, фарш оленя натуральный и оленина первой, второй и третьей категории. Авиакомпания ЮТР-экспресс прекратила прямые рейсы по маршрутам из Наринмара в Архангельск, Киров и Сыктывкар. Теперь добраться до этих городов из Ненинского округа можно только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге. В компании отмену рейсов обосновали изменением подхода к маршрутам. Сейчас в окружном управлении ЖКХ и строительства ведут переговоры с компанией Нордавия. Этот перевозчик готов увеличить количество рейсов в сторону Архангельска. Также планируется провести переговоры с Коми Авиатранса насчет перелетов из Наринмара в Сыктывкар. Сеть многофункциональных центров продолжает развиваться. В скором времени они появятся еще в шести населенных пунктах региона. Получать государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна смогут жители Амдрама, Неси, Ома, Нижнепеших, Оривера и Хруты. Напомню, первые удаленные рабочие места многофункционального центра появились в Нальминосе, Великовисточном, Оксино и Красном. В России прошел показ фильма «Перерыв на войну». В основе сюжета эксперимент, что было бы, если поместить современную молодежь в условия блокадного Ленинграда. Наринмарские школьники на кинопоказ пришли в Центр поддержки молодежных инициатив. После просмотра фильма организовали обсуждение. Историк «Райвет» рассказал собравшимся об ужасах блокадного Ленинграда, а также о людях, не потерявших человечность в сложных условиях. В СПК «ЕРФ» нашли способ, как полностью решить проблему оленеводов с электричеством. Поможет им в этом ветер. Наряду с традиционными источниками энергоснабжения в СПК будут использовать мобильные ветрогенераторы. Там провели мониторинг компании и остановились на российской разработке ветрогенераторов с вертикальной осью вращения. Устройство способно вырабатывать энергию до 1 кВт, что позволит использовать электричество на различные нужды, например, смотреть телевизор. Необычной находкой закончился поход за грибами одного из горожан. В районе второй Тамарки мужчина обнаружил каменный нож. По оценкам археологов, возраст предмета – несколько тысяч лет. Интересная находка свидетельствует о том, что жизнь в Заполярном крае была еще три тысячелетия назад. Сейчас нож из кремня мужчина планирует передать в Пустозерский музей, где его изучением займутся опытные специалисты. На Ринмар в следующем году под удар тяжелой техники попадут чуть более 30 ветхих жилых строений. К тому времени, как сообщает в городской администрации, завершится первый этап программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Новые квадратные метры люди получат в строящемся микрорайоне авиаторов, а последний решительный бой халупам решено дать в 2020-м. Новые квартиры тогда переедут 4,5 тысячи семей. Впрочем, как показывает практика, сколько бы в регионе ни строили, жилья все равно на всех не хватает. В первую очередь молодому поколению. В регионе работают несколько жилищных программ и по переселению, и по субсидированию. Вот только новые квартиры дают не всем, кто их заслуживает, а субсидию не всем, кто на нее претендует. Кому в Наринмаре жить хорошо, а кому не очень, расскажет Олег Итанзейский. Сергей Журавлев и Татьяна Пономарева в ожидании чуда. У молодой пары через несколько недель главное событие в их жизни – свадьба. Успеть нужно многое, и платье выбрать, и пригласительное оформить, и закупить все необходимое. Вокруг сплошные затраты, шутят ребята. Впрочем, приятные. Гостей они предводили заранее. Дарить на свадьбу бытовую технику не нужно. Разместить негде. Будущий муж и жена, к сожалению, не имеют собственной крыши над головой. Да, и хотелось бы вообще после свадьбы, как по традициям, перейти в свою жилплощадь. То есть пустить кошку, ключи, чтобы тебе вручили. Но это из области фантастики в наше время, потому что жилплощадь стоит огромных денег. Они готовы часами мечтать о новенькой квартире, чтобы жить отдельно и не мешать своим родителям. К тому же в планах у Сергея и Татьяны появление на свет первенца. Собственные квадратные метры просто необходимы. У меня имеется доля в жилплощади, в которой я прописан. А программа не предусматривает, что такого аспекта, что люди, у которых есть доля, могут вставать на эту программу. Надо отказаться от этой доли. Сергей прав, чтобы претендовать на субсидию. Он действительно должен отказаться от собственных квадратных метров, после чего подождать 5 лет. И уже только тогда молодой человек сможет рассчитывать на помощь приобретению квартиры. Такие сложности связаны с некогда внесенными в жилищный кодекс страны поправками. В свое время родители несовершеннолетних обязывали включать своих детей в долю. При этом чиновники обещали, проблем в будущем не возникнет. Возникли. Да кто же все-таки имеет право на получение окружной субсидии? Здесь существует несколько нюансов. Давайте попробуем разобраться. Итак, к примеру, вы холостой и имеете долю в собственной квартире. На вас приходится 15 квадратных метров. В этом случае субсидии вам однозначно откажут. Почему? Потому что вы не являетесь нуждающимся в улучшении жилищных условий. Простыми словами, вы обеспечены жильем. Ведь в Наринмаре норма на одного человека 12 квадратных метров. В поселке Искатель этот показатель равен 14, а в вашей собственности больше. Если же доля меньше положена нормы, тогда вы вправе претендовать на субсидию. В противном случае придется отказываться от собственного же жилья, а затем еще ждать 5 лет. Ну или, к примеру, срочно жениться. Автоматически 15 метров поделиться с супругой напополам, и тогда вы сможете получить поддержку на покупку новой квартиры. Тут мы разобрались, но непонятные моменты остаются. Вот, например, зачем после отказа от доли одинокому человеку ждать 5 лет? Можно ли этого как-то избежать? Не жениться же только ради одной субсидии. Если в жилищный кодекс несут изменения, то тогда, конечно... То есть вас ограничивают именно... Да, конечно. Здесь даже если обращаться к депутатам, они не смогут принять каких-то других норм. Потому что, наверное, в таком случае будут уже ограничены другие категории, которые вообще никогда не имели такого жилья, даже вот с родителями, да, есть эти такие категории граждан. Либо, наоборот, появится возможность для каких-то сделок, что, да, сегодня продал, завтра сразу встал. Из-за этих правил в регионе страдают сотни, а то и тысячи одиноких людей. В субсидии им отказали, так как жилье, по сути, у них есть. Но не существовать же им теперь всю жизнь под боком родителей. Тем временем, пока молодое поколение ищет способы обойти федеральный закон и обрести свой угол, новенькие квадратные метры продолжают раздавать так называемым сложным соседям, которые ведут аморальный образ жизни. Из ветхи строений они переезжают обустроенные квартиры, которые через пару месяцев превращаются в непригодные для проживания. На момент переселения мы бы, конечно, могли обратиться в суд и в судебном порядке переселить их в манеренный жилфонд. Но для этого необходимо, как вы сказали, наличие этого манеренного жилфонда, что ни один суд не пойдет на переселение просто никуда. А второе, у человека действительно должны на момент переселения быть долги по квартире, должны быть какие-то зафиксированные административные проступки и так далее. Существует огромная практика, когда соседи не уживаются с соседями. Одни живут тихо, никому не мешают, другие наоборот, постоянно шумят и разводят в подъезде бардак. Вот пример. В Иучейского 12. Несколько лет жильцы борются с нерадивой соседкой. Попасть в ее квартиру нам не удалось, родственница упорно держала оборону. Можете показать квартиру? Просто жильцы жалуются в последнее время, что здесь просто моральный образ жизни, постоянный мусор, толпы и так далее. Мы хотим посмотреть, как все-таки живет. Впрочем, чтобы понять, с какой соседкой приходится уживаться всему подъезду, достаточно послушать этих людей. Это так замечательно, что вы пытаетесь бороться с этим, потому что это невозможно, серьезно. У нас окна соединены балконом. И бывает такое, что я просто пью чай, она вот так вот приходит, в окошко мне заглядывает, что я там делаю. Это постоянно. Вчера в 3 часа ночи она звонила, откройте дверь. Сколько это можно вообще? Я не знаю. Это, конечно, замечательно, что вы пытаетесь с этим бороться. Потому что я не знаю, что с этим делать. Это мешает действительно жить. Заявления писали администрация, милиция. Есть куча заявлений, они даже копии есть. Этих заявлений. Но только, только, скажем так, штрафы и порицание. Ай-яй-яй, нельзя. Все. В доме, что напротив, история похожая. В первом подъезде, по словам людей, живут два брата Плюшкина. В свою квартиру они ежедневно несут железный хлам и бытовой мусор. Попасть в гости нам тоже не удалось, но догадаться несложно, в каких антисанитарных условиях живут мужчины. Мусор тащат всякие с улицы. Другой. А вот запах попадает в квартиру вашу? Когда дверь открывает, конечно, выпадает. Чем пахнет? Всем подряд. То есть, грубо говоря, свалкой, да? Да. Зачастую люди заблуждаются, считая, что с нерадивыми соседями бороться дело бесполезное. Это неправда. Если вы устали терпеть их выходки, таких соседей можно поставить на место и даже выселить. На этот случай существует четыре весомых повода. То есть, это первое, это если граждане ведут социальный образ жизни, то есть, алкоголики либо наркоманы. Второе, если жилое помещение используется не по назначению, то есть, не для проживания граждан, например, под офис, под базу такси, под выращивание каких-то, может быть, там, кур. Причем, в России, это бывает, что в квартире курятника организован. Третий момент, это если люди не следят за своим имуществом, за своей квартирой, то есть, постоянно заливают соседей, постоянно у них возгорание происходит в квартире, то есть, и они не хотят делать ремонт. И это угрожает всем жильцам, потому что или затапливаются седи снизу, или если дом загорится, то он загорит совсем. И четвертый момент, когда люди не оплачивают коммунальные услуги очень длительного периода времени. Итак, если ваши соседи ведут аморальный образ жизни, фиксируйте эти факты. Не бойтесь вызывать участкового, а раз в месяц приглашайте СС. После того, как все доказательства будут собраны, пишите жалобу в местную администрацию. Представители власти неспокойным седям вынесут официальное предупреждение. Если же буяны не успокоятся, администрация вправе подать на них в суд. И уже тогда встанет вопрос о выселении таких седей. Правда, не на улицу, конечно. Замену передоставят другую квартиру в окружении соответствующих соседей. Однако, не забывайте, самый гуманный и эффективный способ избежать конфликтов с соседями и найти с ними общий язык. А если вы находитесь в ссоре, просто извинитесь. Помогает. Наша героиня, которая живет на Учискове 12, убедилась в этом лично. Чуть позже мы все же смогли к ней попасть в квартиру и женщина сама изъявила желание попросить у соседей прощения. Извините, пожалуйста, большое. Вот вы на нее обиды держите, нет? Мы, что-то по-человечески, обиды на нее не держим. Претензии есть? Претензии есть. Претензии у нас очень много, и мы будем дальше продолжать выражать в юридической форме и так далее, если будут продолжаться дальше вот эти... Нет, не будет больше. Вот Любовь хочет искренне перед вами извиниться за ее плохое поведение. Пожалуйста. Извинение, это все хорошо. Нужно, чтобы в дальнейшем этого не было. Хорошо. Извините меня, пожалуйста. Хорошо. Лишь бы дальше этого нет. Если себя будет хорошо вести, перестаньте писать из игры, если будут себя вести спокойно, мирно, тихо. Да, возможно. Извините меня, пожалуйста. Хорошо. А может быть, для таких соседей нужно просто построить отдельные маневренные фонды и заселять их туда, а новые квартиры отдавать тем, кто действительно в них нуждается. Например, молодым семьям, которые по несобственной ошибке теперь вынуждены отказываться от собственных квадратных метров, чтобы получить субсидию. Несправедливо получается. Олег Танзейский, Николай Таратин, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Программа «Итоги недели». К большой воде на рейнмарцам не привыкать. Этой весной город буквально превратился в одну огромную лужу. Тогда коммунальщики во всем обвинили погоду. Мол, снега выпало неожиданно много, и его просто не успели вовремя убрать. Однако этот случай далеко не первый. Как минимум два раза в год горожане меняют туфли на резиновые сапоги, а машины на лодке. Ведь по-другому по улицам передвигаться крайне затруднительно и даже небезопасно. Екатерина Гончарова попыталась выяснить у чиновников и коммунальщиков доколе нам это терпеть и чего ждать в осеннюю распутицу. А вода по асфальту рекой. Так можно в нескольких словах описать состояние на ринмарских дорог. С каждым приходом осадков наши улицы словно погружаются под воду. Пешеходов и автомобилистов ее потоки в буквальном смысле скрывают с головой. Жалобы и ежегодные обсуждения проблемы ни к чему не приводят. Горожане теряют надежду. Радуются только детвора, когда шагами меряет лужи и пускает бумажные кораблики. Мы решили выяснить, почему несколько километров дороги не могут оставаться чистыми и сухими круглый год. Куда должна уходить вода с дороги? Вопрос, казалось бы, несложный. Естественно, в дождеприемные колодцы. На ринмаре их 52. Для нашего города этого количества недостаточно. К тому же каждый из этих 52 требует ремонта. Вода в них только накапливается и никуда не уходит. В управлении строительства ЖКХ и градостроительной деятельности это объясняют отклонением от проекта при строительстве. Там должен быть щебень гранитный, но не известняковый, потому что известняк – это кальций СО3, имеет химическую формулу. Когда закворяется водой, то известь является вяжущим материалом. И вместо того, чтобы получить дренирующий слой, мы получаем водоупор. Понятно, это все равно, что длинный. Дренажные колодцы в городе строили в разное время – от начала 2000-х и до 2010-го года. Подрядчиком всех работ выступал Нарин Мардориемстрой, заказчиком Управления городского хозяйства. Работы на Первомайской выполнили сравнительно недавно – в 2010-м. Длина дороги – 840 метров. По правилам, на ней должно быть установлено не менее 10 дренажных колодцев. Но на самом деле их всего 4. Поэтому неудивительно, что каждую весну и осень машины по асфальту не ездят, а буквально плавают. Делали, значит, эти дождеприемные колодцы. А то, что Александр Васильевич говорит, что там не тот щебень заложен, ну, к сожалению, я не могу отвечать за прежнее, значит, руководство. Они закладывали, но тут опять вопрос, а как проверяла МКУ тогда данные работы принимали? Эта дорога находится еще на гарантии. В Наринмар-Дорелемстрой не отказываются от замены щебня в колодцах за свой счет. Только вот, чтобы приступить к таким работам, заказчик, то есть Управление городского хозяйства, должен направить соответствующие документы в адрес ДРСУ. Оставшийся гарантийный срок – всего год. Заказчик обещает в ближайшее время разобраться, обращались ли они к подрядчику за 4 года эксплуатации дороги. Сейчас выяснить это непросто. Коллективы двух предприятий сменились почти полностью. После истечения гарантийного срока замену щебня будут выполнять только за отдельную плату. Цена таких работ исчисляется сотнями тысяч рублей, которые лягут на плечи городского бюджета. Однако в Дорелемстрое уверены, даже замена щебня не даст гарантий исправной работы колодцев. Дорожники ставят под сомнение их проект, по мнению директора ДРСУ, нерассчитанный на затяжные дожди заполярья. Тут нужен проект. Проект грамотный проект, грамотные проектировщики, которые скажут, что делать в наших условиях, куда нам девать воду с проезжей части дорог. Пока вопрос с Первомайской так и остается нерешенным, на Смедовиче начали предпринимать хоть какие-то меры. Две недели назад три колодца у площади Мороцы передали под контроль чистого города. В день отсюда вывозят семь-восемь машин воды. Все потому, что в рабочем состоянии только один колодец. Второй под водой даже не видно. Он наполняется быстрее, чем его успевают опустошать. По нормам вода должна сама уходить в грунт, но этого не происходит. Даже очистка колодцев помогла незначительно. Засыпано было неизвестно что, все, что там было, оно уже зацементировалось, мы все оттуда вытащили. И сейчас будем туда засыпать или щебень, или молотый кирпич, но надо будет засыпать как минимум сантиметров 50. Ремонт колодцев планируют завершить в этом году. Насколько эти мероприятия кажутся эффективными, сказать трудно. Слишком большая нагрузка. Ведь в третий колодец мелкий. Вместо положенных трех метров 60 сантиметров его глубина всего метр двадцать. А углубить его как-то возможно сейчас? Или это нужно все разбирать? Это проблематично. Это полностью все разбирать, а кольца вставлять, это очень проблематично. По крайней мере не в этом году. Даже автомобилистам не удается сохранять ноги сухими. Ведь проехаться по центральной дороге хоть и с опаской это еще полбеды. Мало того, что парковок в нашем городе мало, так половина из них еще скрыты под водой. Дойти до тома или офиса сухими под силу немногим. Ежедневно за работой дорожников следят сотрудники госинспекции дорожного движения. Но, судя по всему, даже штрафы не пугают ответственных за порядок на дорогах. Мы составляем административные материалы, будь то застой воды на проезжей части, будь то за ненанесенную дорожную разметку, там установлены технические средства, а неправильно. Соответственно, мы возбуждаем административные расследования, привлекаем к ответственности должностных и медицинских лиц за неуполнение своих обязанностей. И никакой зонтик не скроют от воды пешеходов, если приходится постоянно перепрыгивать потоки шириной около метра и выходить на проезжую часть, чтобы миновать огромные лужи на тротуарах. Да и водителей малолитражек от грязных потоков ничего не спасает. Брызги от большегрузного транспорта накрывают такие автомобили с головой, и водитель на несколько секунд теряет видимость на дороге. Кроме того, каждый раз, проезжая по луже, автомобилист рискует попасть в яму или напороться на острый предмет. Нет ни канализации, ничего, ни уклонов правильных на асфальте. Как она будет сухая, если тут везде собираются лужи, во всех местах. Проехать нельзя, машину надо большую покупать. Это лужи, ямы, грязь вся эта, вот это все мешает. Машина никогда чистой не бывает. Только помыл, вчера вот сын у меня помыл машину, сегодня я выехал, вот смотрите, машина уже. Это я выехал немного езжуще-то. Даже для корабликов наши лужи оказались непригодными. Слишком в оживленных местах они находятся. А пока пешеходам так и остается, что неуклюже бегать по лужам. Судя по всему, вопрос, когда дороги в Наринмаре будут сухими, пора перевести в разряд риторических. Екатерина Гончарова, Николай Терратин, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Всю неделю в Нинецком округе обсуждали новость, от которой кто-то содрогнулся, а кто-то, наоборот, порадовался. Речь идет о законе, который уже приняли депутаты, и звучит он так. О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления, муниципальных образований и органами государственной власти Нинецкого округа. Суть в том, что парламентарии передали ряд ключевых полномочий от администрации города и Заполярного района в округ. Для чего это было сделано, расскажет Закерваффин. Реформа местного самоуправления, уверенно, идет по всей стране. Ее проведение – инициатива президента России Владимира Путина. В своем обращении к Федеральному собранию он отметил факт того, что чиновничный аппарат отдалился от проблем граждан. Главная цель реформы – максимально повысить эффективность работы чиновников, что в свою очередь положит конец одной из самых главных системных ошибок – бесконечному дублированию чиновничьих функций. Как управлять? Только жесткая вертикаль власти должна быть. И надо сокращать ненужный аппарат чиновников. Наплодили огромное количество ненужных структурных подразделений. И как только начинается реформа, чиновники начинают сразу поднимать вопрос о том, что все, их интересы затронуты, теперь они будут на улице, никто не будет на улице. Но сегодня надо сокращать количество ненужных звеньй, которые стопорят. Эти огромные процессы согласования никому не нужны. В свою очередь вопрос о перераспределении полномочий между муниципалами и округом назрел уже давно. Обсуждался законопроект долго и бурно. Его цель – перезагрузка системы управления в регионе, которую управленческая цепочка станет короче, и как следствие принятие решений станет быстрее и эффективнее. Другие цели законопроекта – обеспечение сбалансированности бюджетных доходов и расходов на муниципальном уровне, устранение сложных и длительных процедур финансирования вопросов местного значения из окружного бюджета. Как предполагается, часть полномочий, финансирование которых осуществляется из бюджетов муниципальных образований, останется у муниципалов. Остальные перейдут на окружной уровень. Мы также уйдем от длительного согласования и выделения бюджетных средств из окружного бюджета на решение вопросов местного соуправления. К сожалению, до рассмотрения этого вопроса и доведения денег до назначения уходит по три, по четыре, а иногда по полгода. Закон нужен в целом сам. Я сегодня специально выступил, зачитал речь, часть речи, текст выступлений президента Российской Федерации, в части того, что полномочия должны, с одной стороны, перераспределиться, но в то же время они должны перераспределиться с толком, с чувством с расстановкой. Не так быстро, как мы это на данном этапе сделали, к сожалению. Органы власти, сами жители должны участвовать в этих процессах. Решение принято верное. Мало того, оставлен переходный процесс сам по себе, как в законе, так еще и договорной процесс не завершен. До 20 октября стороны вполне могут обсудить еще вопросы. Этот законопроект приняли, мы его реализовываем, потому что в октябре уже нужно формировать бюджет, то есть нельзя там уже оттягивать куда-то, и все. И я думаю, люди, именно жители округа, это оценят. Оценят, что меньше станет передачных механизмов, и все займутся своими полномочиями. Депутаты сошлись во мнении, что такие полномочия, как дорожное хозяйство и строительство жилья, нужно передать от муниципальных образований округу. Об этом также заявил и глава региона Игорь Кошин. Новая модель самоуправления позволит повысить эффективность строительства. Что мы имеем на сегодняшний день? Самый простой пример, и я не так рад уже говорил, вы знаете, что я проехал весь округ, залез в каждую дырку, и сегодня могу сказать совершенно точно, что те подходы к стройкам, которые у нас были до этого, мы будем, безусловно, менять. У нас куча стоящих объектов, причем рядом стоит три дома. В одном заказчик округ, в другом заказчик район, в третьем заказчик кто-то еще. Все они, к сожалению, стоят. Нет единого контроля над строительством, нет единого центра в принятии управления по строительству. Не менее важные полномочия в сфере ЖКХ также будут переданы одному управленцу. Кстати, изменения в лучшую сторону отразятся не только на качестве жизни населения. Предприятия, отвечающие за оказание коммунальных услуг, смогут выдохнуть. Ведь вместо привычного лакиты по разным инстанциям документы можно будет сдавать в одно управление. Следовательно, качество работы коммунальщиков повысится, а время принятия решения сократится. Кроме того, удастся избежать неосвоения бюджетных средств муниципалами. Закир Ваффин, Алина Волучейская, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». Развитие периферии. Глава региона Игорь Кошин практически всю неделю путешествовал по окруженным селам. Коткина, Оксина, Красная и Нижняя Пеша. Долгожданная амбулатория, знаменитая ферма «Победа», освещение честного луни и открытие физкультурно-здоровительного комплекса. Вот только несколько пунктов программы пребывания. Игорь Кошин посетил социальные объекты и пообщался с населением. Ирина Цепитова с подробностями. Открытие амбулатории в Красном состоялось еще 29 января. Тогда была торжественно перерезана красная лента. Но двери нового медицинского учреждения так и не открылись для красновцев. По словам исполняющего обязанности главного врача Сергея Марташенко, сегодня новая амбулатория проходит процесс получения лицензии, без которой она не может начать работу. Фактически дело только в документации. Необходимое оборудование для оказания всего перечня медицинских услуг в амбулатории уже есть. Единственная проблема, характерная для всех населенных пунктов округа, это кадры. Красновская амбулатория нуждается в квалифицированных медицинских работниках. Вакантные ставки стоматолога и врача-педиатра. Также необходимы две медсестры. Привлечь медицинские кадры поможет решение жилищного вопроса, уверен Сергей Марташенко. Эта проблема в селе решается. За последнее время два медработника получили квартиры в новостроях. Но этого недостаточно. По его мнению, помочь в жилищном вопросе может старое здание амбулатории. Дома не так часто сдаются, а вакантные места у нас есть. То есть это здание можно перепрофилировать под жилье для наших специалистов. Кстати, в начале октября новая амбулатория получит лицензию. Поэтому есть надежда, что красновцы уже через месяц смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях. Следующим пунктом в маршрутном листе – новостройки для оленеводов и чумработниц. Экспериментальное жилье возводится по современным технологиям и специального пенопласта. Подрядчик уверяет – холодно в таких домах не будет. Значит, будет очень тепло и проблем в этом плане точно не будет. Стоят такие дома примерно так же, как блочные, зато быстрее. Готовые панели монтируются под фундамент, крепятся между собой металлическими пластинами. Внутренние стены дома будут дополнены двумя слоями гипсокартона. Такая технология применяется на Севере уже 20 лет. Такая технология была, как нам говорили, опробирована на Ямале. В принципе, наверное, аналогичные условия. Ну и вот пробуется вариант такой строить здесь. Хотя мы не очень были довольны, скажем так, таким конструктивом. Сами обратили внимание, что в Красном фактически все строится, ведется из так называемых газоселикатных блоков. Ну посмотрим. Все работы подрядчик планирует завершить к концу сентября. Достанутся экспериментальные дома 10 семям оленеводов из СПК «Харп» и «Ерф» по социальной программе. Днем позже глава региона отправился в одно из старейших печерских сел. Рабочую поездку в Оксино делегация начала с гордости и градообразующего предприятия «Колхоза Победа». Небольшая старенькая ферма, 60 голов породистых коров и около 30 работников. Объемы продукции по меркам СПК вполне приличные. Более 15 тонн сметаны, 20 тонн творога и 2,5 тонны сливочного масла. Продукция в селе долго не задерживается. Избывается уже определившимся поставщикам. На ферме имеется упаковочный аппарат, чтобы продавать в город не сырье, а готовую продукцию, расфасованное молоком. Но его негде разместить, поэтому сегодня нет возможности наращивать объемы производства. Нужна СПК и долгосрочная программа, в которой будет все прописано по пунктам. Сколько произвести молока через три года, кто будет его покупать и по какой стоимости. После фермы заглянули в частное хозяйство. Огородники говорят, урожай в этом году не такой обильный, как в прошлом, но есть чем похвастать. Крупные розовые клубни так и просились в руки гостей. Шутка ли вырастить такой картофель в Заполярье? Я еще только второй день собираю. Вчера 11 ведер сняла, сегодня не знаю, сколько ведер. Можно ведер? Я-то приду. Вы говорили, что в прошлом году 100 ведер собрали? Больше 100 ведер, да. В этом году будет меньше? Может быть, поменьше. Я говорю, там левистика, а лето будет. Далее учреждение. Участковая больница, строящаяся двухэтажный музейно-библиотечный комплекс, школа. Новое здание на 100 мест начнут строить, как только разберутся с ФОКом. Его планируют сдать в следующем году. За основу зданий взяты успешные проекты в селах Красное и Коткино, где население также нуждалось в современных конструкциях. Социальная защита наших детей выглядит очень мощно. Это бесплатное пятиразовое питание фактически всех учащихся. Это поддержка, создание, придание интернату статуса не просто пришкольного, но и интерната с приходящим консингентом детей. То есть там, где плохо в семье в какой-то момент, то мы можем принимать детей даже с мамой. В детском саду за здоровье и жизнь детей беспокоиться не приходится. В здании провели капремонт, поменяли окна и обшили снаружи. Закончил экскурсию по селу встреча делегации с населением. Игорь Кошин дал оценку увиденному и поблагодарил за тёплый приём. В завершении встречи Игорь Кошин заверил, что для развития посёлка администрация сделает всё возможное. Остальное решат трудолюбие и большое желание населения. Знакомство с небольшой деревней Коткино начали также с основных социальных учреждений. Здесь всё, как и во многих других населённых пунктах – школа, сад, спортивный комплекс, дом культуры. Из разговора с педагогами и учителями глава администрации узнал, чем живут люди и что их волнует. Живу я очень хорошо. Я приехала сама из Мариэл. Я третий год уже здесь работаю. Я учитель английского языка. Так, ну живу я пока в гостинице. А так мне всё нравится здесь. Жители очень добродушные, приветливые. Дети, учителя. Приняли меня очень хорошо. Работой жителей Коткино обеспечены, жильё хоть и не своё имеется. Для полного счастья не хватает часовни. Такая мысль у жителей деревни появилась ещё в 2008 году. Строили молельный дом, что называется «Всем миром». Деньги на строительство собирали все. Частные предприниматели заказали сруб из коми. Ненецкая нефтяная компания приобрела внутреннее убранство. Возводили часовни своими силами. Сами же обустроили внутренний интерьер. Я обязательно пришлю священник, который ваших деток покрестит. Те, кто ещё не отпет и совершит поминовение, поможет людям духовно. Слава Богу, времена созидания наступили до нашей северной земли. В этом году отремонтировали и мост, что ведёт на кладбище. Теперь провожать усопших в последний путь можно и во время паводка. Очень ждали, подстрели. Сейчас будем ходить на мурию. Часто будете ходить, да? На кладбище ходим. Часто будем ходить, не зайдём. Будем заходить, свечи ставить. Свет их поставим, молитвы покитаем. Постепенно меняется качество жизни поселения. Этим летом полностью отремонтировали отопительную систему. Подключили последние 16 домов. Готовы два участка под четырёхквартирные дома. Их строительство планируют начать в следующем году. Сегодня во главу угла жители села ставят строительство фермы. Очень надеемся, что уже года через три мы также откроем свою новую ферму. Это новые рабочие места. Это совершенно современная технология, которая позволяет привлечь на ферму молодых. А появятся молодые, значит появятся новые семьи, продолжится жизнь в селе. В Нижней Пёше, куда затем отправилась делегация, маршрут начался с физкультурно-оздоровительного комплекса. Официально открыть спортивное сооружение было решено к приезду гостей. Фокон для жителей Нижней Пёши стал по-настоящему долгожданным. Его сдали с большим отставанием в сроках. Однако всё закончилось благополучно. И после регистрации спорткомплекса его смогут посещать все желающие. В распоряжении жителей большой спортзал, теннисная и тренажёрная комната, вспомогательное помещение. Мне хочется пожелать, чтобы здесь всегда было шумно, чтобы здесь всегда была возможность заниматься и у детей, и у взрослых. И мне очень бы хотелось бы, чтобы данный спортивный объект стал таким очередным центром жизни в Нижней Пёше. На очереди к сдаче двухэтажная школа на 110 мест. Но подрядчик не укладывается в сроки, поэтому новоселье откладывается до следующего года. А вот строительство многоквартирного жилого дома в Нижней Пёше идёт по графику. В скором времени 12 семей смогут улучшить жилищные условия. Ирина Цепетова, Валентина Чибичек, Сергей Качиков, Александр Дуркин. Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». И в завершение возвращаемся к главной теме выпуска – выборам в Ненецком округе. Итак, по данным Эксидполов, это опрос граждан при выходе из избирательных участков. На выборах в собрании депутатов по партийным спискам лидируют следующие партии. И сейчас вы видите их на своих экранах. Это результаты по состоянию на 17 часов. Напомню, они предварительные и полученные по данным опроса населения при выходе из избирательных участков. Если они совпадут с официальными, то, по всей видимости, в окружной парламент пройдут только три партии, занявшие лидирующие позиции. Это «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». Хотя, естественно, всё ещё может измениться. Окончательные результаты мы узнаем только после окончательного подсчёта голосов. Первоофициальные и предварительные итоги голосования мы узнаем уже в понедельник, во второй половине дня. А окончательные – только после полного подсчёта голосов. На это, как заявляет в избиркоме, уйдёт 2-3 дня. Ну что ж, такова была эта неделя. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова